Вот второй ролик на Рыжевском пруду. Шарик, сейчас пойдем, пойдем, шарик. Вот он какой. Шарик, заждался у меня. Я сегодня пошел на обед, его с собой взял, он весь тут измучился у меня бедный, потому что начало восьмого же время. Сейчас покажу, что я сегодня сделал. Сейчас пойдем, шарик. Ну что, натаскал сваи, покрасил их отработкой лица. Вот это первое, что я сделал, ну не первое, вернее это, что оно на пути первое. Это можно будет сравнить с первым роликом, как там, что было. Это вот вторая формы вина, я ее заделал с Божьей помощью. Пришел где-то сегодня, в начале одиннадцатого, наверное, днем, потом на обед сходил к часу, и вот сейчас, от начала восьмого, только уходить буду сейчас. Вот это вот третья, тоже тут так обвалено, было здорово. Вот четвертая, вот тоже сделал с Божьей помощью. Вот так вот. Эти шпалы я поднял, ой, вернее эти сваи, которые упали, на воде лежали, я их поднял с веревка в веревку, с крючком принес и поднимал их. Здесь вот я еще не заделал, сейчас потому что время уже восьмой час, пора идти ужинать, да и отдых сегодня уже хватит, на сегодня. Это потом уже в какой-нибудь день приду и заделаю до конца. Вот. Ну и вот этот пятый, это у меня, который я первый делал с утра. Вот он. Его еще тоже надо будет приподнимать потом немного. Таскал оттуда вон сено, я уже показывал. спираю вручную таскал, а потом взял веревку, петлю сделал, на петлю накладываю, на земле петлю делаешь, накладываешь и потом затягиваешь ее и тащишь по земле. И уже в несколько раз больше. Меньше, во-первых, сам на себя пыль налетает на тебя меньше. Плюс большой объем тащишь на себе. Слава Богу, вот так, если с утра была такая пасмурная погода, как бы настроения как такового не было для работы, но работать надо, слово надо, оно всегда побуждает тебя делать, чтобы не праздно проводить время. Лопата, толкушка, я ее принес после обеда. Вот сено. Вот. Потому что заповедь, говорится, труд он всегда уместен, но есть заповедь, которая нас ограничивает. То есть помни день субботний, то есть седьмой день ты должен не работать. Так, обыденные дела какие-то необыденные, а вот там, типа посуды помыть, это еще можно. Допускается, как говорится. А так отдыхаешь. Вот сегодня у нас вторник. Пятое мая 2020 год. Вот. Ну и все. Плюс к тому же, хожу, повторяю кое-что из божественного. Вот у меня тут картоночка есть. Называется «Притчи Матфея». То есть какие в Евангелии от Матфея есть притчи. Вот я нашел один Новый Завет, и там вот была целая таблица составлена. Каких притчей в трех Евангелиях. Матфея, Марка и Луки. Вот. И я себе сделал именно, чтобы в одном пока Матфея, чтобы запомнить. Вот освещены подсвечники. Матфея 5.15. О доме построен на камне. Матфея 7.24. Я проверял каждую ссылку, и даже в одном месте нашел ошибку. Опечатка, видимо, была. О новой заплате на ветхой одежде. Матфея 9.16. О молодом вине в ветхих мехах. Матфея 9.17. О сеятели. Матфея 13.3. Вот что интересно, иногда запоминаешь, бывает, что не просто вот так по названию. А, например, в Евангелии от Матфея в пятой главе всего одна притча. То есть легко запомнить. 5.15. Все. В седьмой главе всего одна тоже притча. То есть надо запомнить только какая притча. Там Матфея 9 главе две притчи. Ну, то есть кому как удобнее запоминается. Вот здесь вот Матфея в 13 главе. О сеятеле 13.3. О плевелах 13.24. О горчичном зерне 13.31. О закваске 13.33. О сокровище в поле 13.44. О драгоценной жемчужине 13.45. И о неводе 13.47. То есть легко запомнить 7 притч. Евангелие от Матфея в 13 главе. Ну и какие названия. Потом Евангелие от Матфея в 18 главе. О потерянной овце. 18.12. И о немилосердном взаимодавце. Матфея 18.23. О работниках виноградники. Матфея 20 глава 1 стих. О двух сыновьях. Матфея 21 глава 28 стих. О злых виноградарях. Матфея 21 глава 33 стих. То есть легко запомнить 2 притчи. О брачном пире. Матфея 22.2. Тоже легко запоминаются 3 двойки. О смоковнице и всех деревьев. Матфея 24.32. О десяти девах. Матфея 25.1. О талантах. Матфея 25.14. И о овцах и козлах. Матфея 25.31. Или козлах. Козлах, наверное. То есть вот. Там уже идет у меня у Марка. Все. И всего притч. 21 притча, да. 21 притча Евангелия от Матфея. Я насчитал. Легко запомнить. Все. Еще как, в принципе, можно запоминать тут. То есть кому как удобно, тот так и запоминает. Например, там бывает, что, например, какое-нибудь событие помнишь. Там о Господе кем-то там с кем-то говорил. Там, например, о фарисеях. Раз. Притч о фарисеях. Мытари там, например. Ну, вот так вот. Как бы. Здесь его нету. Вот Матфея. Там в другом, наверное, есть. Евангелие. То есть вот так. Это тоже легко будет запомнить. Как бы делюсь небольшим опытом. Кто как легче запоминается. У кого-то память хорошая, тебе хорошо запоминается. Фотографическая память. У меня вот ее нету. Сложно запоминается все. Ну, вот так вот. С Божьей помощью и живем. По милости Божьей. День прошел небеспечно. Неленностно. Не за компьютером сидя. Смотря какие-нибудь фильмы. Вот. В труде. Про себя о чем-то размышляешь. Где-то помолишься. Вкратце. Вот. Шарику приятно сделал. Погулял с ним. Все не заметил. Он такой затих. Думаю, что он затих. Кажется, андатру увидел. Подплывал близко к нему. Ну, уплыла, видимо. Увидел его. А от бобров я так и не видел. Только их следы видно. Ну, все. Слава Богу за все. Олевую. Так, я... Извиняю. Извиняю. Продолжение следует...